Накануне баскетбольный клуб «Самара» одержал первую победу в родных стенах и поправил свое положение в турнирной таблице единой лиги. После двух поражений подряд на старте сезона дружина Сергея Базаревича не имела права на ошибку. Преданные болельщики ждали от клуба только победы. На этот раз команда с берегов Волги не подвела и дала настоящий бой красноярскому Енисею. В первом отрезке встречи соперники практически не уступали друг другу. Усилиями Кесси Риверса и Джеймса Эниса «Самара» все же смогла завладеть небольшим преимуществом в четыре очка. Во второй четверти сибиряки переломили ход поединка. На большой перерыв они ушли с перевесом в плюс два. Третья и четвертая четверти больше напоминали остросюжетный триллер. Неудержимый Маркос Найт был точен из-за дуги. Энис, имеющий за плечами многолетний опыт игры в NBA, вкалачивал сверху, а Риверс и Рис работали на средней дистанции. Баскетболисты Енисея хозяевам паркета не уступали. Гости работали в атаке результативно. В итоге соперникам не хватило основного времени, чтобы определить победителя. 81-81. В овертайме за счет индивидуального мастерства Эниса и Риза волжане взяли вверх со счетом 92-86. После матча Сергей Позаревич отметил, что его новая команда все еще находится в процессе становления. Баскетболистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу и отладить игру в защите и в нападении. Все это требует работы, это требует времени, мы будем продолжать, рады победить, потому что это какой-то дает дополнительную уверенность. Форвард Самары Кейси Риверс, набравший 16 очков в поединке, разделяет позицию наставника Волжан. Наш поиск еще продолжается. Мы улучшаем наше взаимодействие. Хорватский тренер Енисея Дражин Анзолович заявил, что Самара укомплектована высококлассными игроками. Наставник считает, что у сибиряков была возможность одержать победу, но хозяева были сильнее за счет индивидуального мастерства отдельных баскетболистов. По словам тяжелого форварда Енисея Александра Гудумака, на итоговый результат матча повлияли сразу несколько ключевых факторов. Ряд ошибок, неправильное принятие решения в нападении, несколько необдуманных бросков, а защищаться не смогли против этих лидеров, перекрыть их сильные стороны. После трех туров Самара занимает девятое место в турнирной таблице единой лиги. Следующий поединок дружина Сергея Базаревича проведет на выезде против Нижнего Новгорода 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.